Польша – один из основных внешнеторговых партнеров Брестской области. Товарооборот за прошлый год составил порядка 318 миллионов долларов США. Цифра существенная, однако это еще не предел. Развивать сотрудничество можно по многим направлениям – от экономики до культуры. Чтобы придать процессу новые импульсы, проходят подобные рабочие визиты. Нижнеселевское воеводство для Брещины как партнера регион Новый. Сегодня необходимо наладить диалог, тем более, что интерес обоюден. В первую очередь это интересно сотрудничество с нашим малым и средним бизнесом. Что касается крупного бизнеса, конечно, нам интересно. Это фармацевтика, это химическая промышленность, которая развита во Врославе. Это и работа с предприятиями, занимающимися выпуском электроники. Учитывая то, что Беларусь входит в евразийское экономическое пространство, и у нас единое таможенное пространство с Россией и Казахстаном, это огромный рынок, который они могут получить, придя в Беларусь. Это наш первый визит в составе делегации в Брест, и он посвящен налаживанию первых контактов. Однако уже сегодня можно сказать, что и польские, и белорусские предприятия, и власть заинтересованы в диалоге, в сотрудничестве и в совместной работе. В рамках встречи участникам был представлен инвестиционный потенциал Брещина. Уже сегодня Польша наряду с Россией, Литвой и Германией является одним из ведущих инвестиционных партнеров области. Но сторонам еще есть, что предложить друг другу. В ходе презентации председатель комитета экономики Брестского обл. исполкома Михаил Баценко рассказал о наиболее крупных инвестплощадках, которые могут заинтересовать польских бизнесменов. В их числе Горынский агрокомбинат, Бархим, Брестский комбинат строительных материалов, Экзон, Глюкоза. Всего в области таких площадок более сотни. Нижнодельское область для нас интересна тем, что там сосредоточена промышленность Польши, это в Рословское направление. Вчера при встрече в обосполкоме задавали наши партнеры достаточно правильные вопросы. Есть интерес по работе с нашей и торгово-промышленной палатой, и с нашей свободно-экономической зоной. Как со стороны опять же прогресса власти, так и со стороны бизнеса. К слову, сегодня с польским капиталом только в СЭС Брест работает более десятка предприятий, на которых трудится порядка 3,5 тысяч человек. Польские бизнесмены уже инвестировали в их развитие порядка 200 миллионов евро. С Нижней Селезией пока деловых отношений нет, но любой крупный проект начинается с первого шага. В данном случае знакомство. Укрепить положительные тенденции должен и договор о партнерстве между Брестской СЭС и Нижнеселезским агентством по экономическому сотрудничеству, который был подписан в ходе состоявшегося визита. Что может совместная работа заключать? Основная цель, конечно же, это привлечение инвестиций в Республику Беларусь, продвижение наших товаров, наших производителей в Евросоюз. И мы в этом плане можем быть очень выгодны друг другу. Свободная экономическая зона Брест и Нижнеселезское агентство по сотрудничеству и бизнесу. Это дает возможности для проведения мероприятий, как у нас, которые мы сегодня проводим, так и в Польше, привлекать для сотрудничества бизнеса, работать по конкретным направлениям. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Лугов, кинотелекомпания, БУК-ТВ.